Любая женщина кажется красивой в темноте, а любой накачанный мужик кажется сильным издалека. Но мы знаем немало случаев, когда большие шкафы падали от мелких технарей. Но это не про Бобби Лэшли, для которого гора мышц это не показуха, а средство для убийства. Приветствую вас, солнцеликие дикобразы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим, как шоумен и рестлер ворвался в мир ММА и показал всем, что мышечную массу можно использовать не только на пляже, но и для уничтожения людей. Бобби Лэшли по прозвищу Доминатор родился 16 июля 1976 года и вымахал до 188 сантиметров в росте, а благодаря бабушкиным пирожкам и подгонщикам тренера по качалочке в пиковой форме набирал 130 килограмм сухой мышечной массы. Мужик с детства занимался американским футболом и борьбой, а будучи в колледже, трижды выигрывал национальные чемпионаты. А потом понял, что такой массой и умениями борьбы ему прямая дорога в топовый турнир по рестлингу WWE, где он выступал с 2004 по 2008 год и стал там чемпионом. Но затем мужик захотел сделать всех людей на земле вежливыми, а вежливый человек это тот, у которого отбили желание хамить. Поэтому он перешел в бои без правил и начал сеять добро среди обезбашенных бойцов, отбивая им желание трэш-тока. 13 декабря 2008 года. Турнир MFA. Соперник Джошуа Франклин. С первых секунд Бобби захватил инициативу и знатно выбил дури с головы Джошуа своими взрывными ударами. Поэтому на 40 секунде доктору пришлось остановить бой. 21 марта 2009 года. На турнире SRP. Лэшли в тяжелом бою с судейским решением выиграл у Джейсона Гуиды. 15 мая 2009 года. Турнир MFC. Соперник Майк Кук. С которым Бобби пришлось повозиться аж 24 секунды. В итоге придушив того своей пицухой, как удав кролика. 27 июня 2009 года. Турнир FFI. Соперник не менее здоровый Боб Сапп. С первых секунд Сапп бросился в атаку, но Бобби четко перевел его в партер, где показал, что его кулаки лупят жестче, чем молот Тора. Но красавчик Сапп продержался аж 3 минуты, после чего понял, что башка дороже, чем Слава. 30 января 2010 года. Лэшли дебютирует в Strikeforce, а в соперники получают опытного Весса Симса. Но в случае с Бобби, опыт противмышечной массы с взрывными ударами, убивающими БК, ничто. И уже на второй минуте Рэф останавливает побоище. 21 августа 2010 года. Турнир Strikeforce. Соперник Чет Грикс, у которого за плечами 8 побед и лишь одно поражение. Мир танков, как и смерть, забирает лучших, а бойцы проигрывают все. И лучшие, и худшие. С первых секунд боя стало понятно, что Бобби будет непросто. Чет четко работал с дистанции, нанося жесткие удары, а Бобби постоянно пытался переводить в партер. Но это удавалось не всегда. После первого раунда у Лэшли открылась сечка, но он вышел на второй, который был таким же тяжелым и выматывающим. Но жесткая концовка осталась за Четом. Поэтому на третий раунд Бобби уже не вышел, записав первое поражение в актив. 25 марта 2011 года. Турнир TFC. Противник Джон Отт. С первых секунд боя Лэшли захватил инициативу и постоянно переводил Джона в партер, где всаживал свои фирменные отрезвляющие лящи. Но Джон не держался, ведь боец не лягушка, живущая в колодце, не знающая о море. Он должен уметь и бить, и держать удар. После трех изнурительных раундов единогласным решением победу отдали Бобби. После победы над Карлом Назе, болевым на руку, 11 ноября 2011 года на турнире SF21, Лэшли встречается с Джеймсом Томпсоном, который по габаритам выглядел даже больше, чем Бобби, и был тяжелее на 10 килограмм. Но истинное здоровье это когда в аптеку ходишь только за презервативами, а истинный боец должен пройти через настоящий замес, которыми оказался этот бой. В первом раунде Бобби постоянно чудил свой любимый граунд энд паунд, но Джеймс поднимался и зажимал Лэшли под сеткой в уже свой любимый клинч. В таком духе бойцы отмахались два раунда и еле живые ушли на отдых. Третий раунд был очень тяжелым для обоих, но никто не хотел сдаваться, а парочку ударов от Томпсона в пах Лэшли давали время бойцам восстановиться для нового замеса. По итогу единогласным решением победу отдали Томпсону, а Бобби записал в свой актив второе поражение. 7 июня 2013 года на турнире ТФС Бобби встретился с Кевином Аспландом. Сразу по гонгу Лэшли бросился на Кевина, как питбуль на косточку от мамонта, ведь ему очень хотелось реабилитироваться за прошлое поражение. В первом раунде было пару моментов, когда бой можно было останавливать, но рефери решил никого не щадить, поэтому во втором Бобби сделал болевой на руку. 29 июня 2013 года турнир GWC соперник Мэтью Ларсон, которого Бобби не воспринял всерьез, решив, что это боец из ближайшей пивнухи, ведь его форма этому соответствовала, поэтому с первых секунд бросился в бой и уже через полторы минуты его закончил удушающим. Далее была победа над Тони Мелтоном, после которой Лэшли подписал контракт с Беллатором. 5 сентября 2014 года турнир Беллатор. Соперник Джош Бернс, который как брат-близнец оказался похож на предыдущего соперника Бобби. Может, они даже тренировались в одной пивнухе. А парадокс в том, что сам бой прошел точно так же, только закончился во втором раунде таким же удушением. 24 октября 2014 года турнир Беллатор. Соперник Карл Этерингтон, с которым непризнанный Терминатор разделался за полторы минуты. После этого боя Бобби одержал еще три победы в Беллатор над Дэном Чарльзом, отомстил за поражение Джеймсу Томпсону, отбив ему соединение последних нейронов в голове за первую минуту боя и задушил Джоша Эбблта. После серии из пяти побед в Беллатор и общем рекорде в 15 побед и 2 поражения, Бобби Лэшли вернулся в рестлинг, где отлично себя проявляет, давая людям шоу и показывая красивую борьбу. Металл проверяется на огне, человек на вине, а боец в боях. И Бобби себя проверил, доказав всему миру, что он не просто перекачанный шоумен с постановочными боями рестлинга, а настоящий боец, который может швырнуть так, что позвонки высыпаются в трусы и добить своими кувалдами не хуже кузнечного молота. Конечно, мухи слетаются на то, что плохо пахнет, и многие хейтеры говорят, что он химик. Все его бои были на стероидах, его противники были средняками, а некоторые явными мешками, но это не отменяет того факта, что бои были реальны, и Бобби в них немало получал, показывая не драки с кабака, а четкий план на бой с конкретной тактикой «бросай, добивай». К тому же практически все бойцы того времени сидели на химии. Такие вот были золотые времена для доморощенных фармацевтов и инструкторов в качалках. А свое мнение про Бобби Лэшли вы можете оставить в комментах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями в соцсетях. А поддержать канал и стать его спонсором вы можете по ссылке в описании или по кнопке возле подписаться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Два. Да. Клодрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю. Хлопил, вырываю ключицу, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой идеолог будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз здесь не стыд. Ничего не успевайте, это убитка. Успевайте. 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 Тябв.